Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева Черкесия. С вами в студии Мадина Лайпанова. 14 апреля во Дворце Черкеска с 10 до 15 часов пройдет региональный этап ярмарки вакансий. Проходящий не первый год мероприятий является хорошим подспорьем для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между работодателями и соискателями, образовательными учреждениями и абитуриентами. Представители власти и центра занятости рассказали журналистам о ярмарке вакансий, которая пройдет во Дворце культуры Черкеска. Ярмарка направлена не только на детей, которые заканчивают сейчас образовательные учреждения, которые дальше выбирают свой жизненный путь, но и на взрослых людей, тех, которые хотят поменять профессию, у которых, может быть, возникает такая необходимость найти новую работу. И мы хотим об этом еще раз сказать. Сейчас будут востребованы специальности, такие как реабилитологи, психотерапевты, психологи. Это то направление, которое сейчас активно будет развиваться. Поэтому с учетом тех возможностей, которые на самом деле сегодня появились, и той реальной возможности по переобучению и по предоставлению новых рабочих мест, мы хотим обратить внимание наших жителей на то, что у нас сегодня ситуация изменилась, и сегодня у нас есть возможности развития в новых направлениях. Поэтому к этой ярмарке вакансии мы относимся с таким вниманием и хотим ее провести так, чтобы действительно был какой-то результат. И для каждого жителя республики, у которого сейчас есть такая проблема, или выбор жизненного пути, или смена, может быть, направления жизненного пути, чтобы они могли ознакомиться. Здесь будут представлены вакансии работодателей по всему нашему региону. Соискатели будут иметь возможность найти себе работу не только в нашем регионе, но и за пределами проживания. То есть будет организована площадка для работы с гражданами именно по консультированию за пределами региона, по всем субъектам. Ряд предприятий Карачао-Черкесии готовы предложить рабочие места, и одно из них – Хабецкий гипсовый завод, которому уже 30 лет. Производство уверенно развивается и расширяет ассортимент выпускаемой продукции. В начале года открыли цех по производству гипсокартонных листов. Как осуществляется новый процесс и условия труда в цехе, узнавала Альбина Ламкова. Процесс создания гипсокартонных листов прост и практически автоматизирован. В одной смене трудится 20 человек. Для всех созданы благоприятные условия труда. Технология производства гипсокартона начинается с формовочного стола, куда поступает смесь для получения листа. Торгбих Аджимустафов трудится на Хабецком гипсовом заводе 30 лет со дня его основания. За эти годы предприятие стало одним из крупнейших игроков на рынке качественных стройматериалов. С самого начала мы, когда только гипс производили, потом осваивали производство сухих строительных смесей на основе гипса. А затем сухие цементные смеси. И вот недавно освоили производство гипсокартона. Коллектив Хабецкого гипсового завода под руководством Олега Аргунова долгие годы работал на создание репутации производителя с высоким качеством товаров. Это получилось. Результат – большой спрос и на новую продукцию – гипсокартонные листы. Из-за этого требуется создание двух смен в новом цехе. Одна уже полностью укомплектована. «Обучение будет происходить непосредственно у нас. Мы сами будем их обучать, всё показывать, всё рассказывать. У них будут наставники. Работа перспективная. И заработная плата вовремя выплачивается. Со всех районов. У нас практически все национальности работают». Конечно, с новым современным оборудованием работа только упрощается. Ещё здесь по-настоящему заботятся о людях. Не на словах, а на деле. «Учимся, набираемся опыта. Условия здесь очень хорошие. Столовая, вообще там копейки, можно сказать, стоят. Кормят очень хорошо. Заработная плата стабильная. Задержек никогда не бывает. Врач очень-очень хороший. Хотел бы за это всё поблагодарить Олега Бубликировича». В новый цех по производству гипсокартонных листов требуются ещё лаборанты. Они контролируют качество и сорты используемого гипсового камня. Новым сотрудникам гарантируют обучение на месте. Нужно только желание работать. Альбина Ламкова, Расул Бердиев. Вести. Карачаево-Черкесия. Хабистский район. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Субтитры подогнал «Симон» В 19-й гимназии Черкеска состоялась встреча школьников с директором лингвистического центра Северокавказской академии Фаирус Акбаевой. На лекции обсуждалась тема воздействия соцсетей на современный английский язык. Как ребята внедряют в свою жизнь англословички, узнавала Альбина Курочинова-Кенжева. В 19-й гимназии проходит встреча с учеными в виде викторины. Ребята легко идут на контакт, потому что все в легком игровом стиле. Школьники все чаще получают новые знания в интерактивной форме. Просыпается интерес к научному миру через ученых и их лекции. Выступающие говорили, прежде чем изучать иностранные языки, неплохо было бы знать и свой родной язык, ведь с него начинается родина. Это очень важно, когда мы владеем несколькими языками. Поэтому еще раз повторяю, очень-очень важно наряду с нашим родным, уже ставшим языком государственного и межнационального общения русским языком, знать родной язык. Это очень важно. В рамках Всероссийской просветительской акции «Ученые в школы» Фаирус Акбаева выступила с лекцией для ребят. Она поделилась фрагментами своей жизни и рассказала, как вошел английский язык в ее жизнь. Мой вам совет уже сейчас присматриваться и пробовать себя в разных сферах. Хорошо? И развивать в себе какую черту? Любознательность. Да, развивайте, если вы чувствуете, что вам этого не хватает. Использование английских слов сегодня считается модным. Англицизмы престижно употреблять в речи, хотя многие из них имеют привычные эквиваленты в русском языке. Иноязычные слова активно используют политики, журналисты, писатели, демонстрирующие желание быть в тренде. Вот примеры подобных слов. Лайк – кнопка «Нравится» в социальных сетях, впервые появившаяся в 2010 году в Фейсбуке. Бан – запрет для пользователя отправлять сообщения. Респект – уважение. Хайп – шумиха. Ажиотаж вокруг какого-либо события человека. Месседж – сообщение, письмо. Шеймить – стезить кого-либо за что-либо. Конфузить. Фейк – что-то поддельное, не настоящее. Список подобных англицизмов легко можно продолжить. София Бакшиева учится в седьмом классе, изучает американскую культуру, английский язык и подписана на многих иностранных звезд в соцсетях. Потому что элементарно я буду понимать, о чём говорят люди. И, например, может быть, я буду певица, и если я захочу записать песню, чтобы люди слушали. А как бы английский – это же самый популярный язык. То есть, в нём владеют люди и в России, и в других странах. И поэтому это очень важно. В социальной сети, мне кажется, нужен английский. Потому что, ну, есть же американские там всякие знаменитости, которые разговаривают на английском. Ну, и поэтому, наверное. Хочется за ними следить. Например, я люблю американцев, как бы там тиктокеров, певцов и вообще пар всяких. Поэтому мне нравится. Появление большого количества заимствований в последнее время вызывает дискуссии среди языковедов. С одной стороны, освоение новых реалий жизни упрощается за счёт заимствования их названий. С другой стороны, злоупотребление англицизмами искажает русскую речь. Препятствует формированию речевых умений подрастающего поколения. В феврале этого года президент Владимир Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов. Согласно нововведениям, при использовании русского языка как государственного, недопустимо применение иностранных слов за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, которые в скором времени зафиксируют в нормативных словарях. Ансамбль песни и пляски Северокавказского округа Росгвардии выступил на сцене Столичного дома культуры. В концертную программу вошли песни военных лет, отечественная классика, хореографические и инструментальные композиции, а также авторские песни. Оценила творчество коллектива Фатима Даурова. Творческий коллектив был создан в Грозном на базе гарнизонного дома офицеров 15 лет назад. За это время военные артисты давали концерты по всей России и за её пределами, подготовили множество программ. Выступали перед бойцами в далёкой Сирии и солдатами, которые сейчас находятся в зоне СВО. Большинство артистов являются ветеранами боевых действий, участники специальных военных операций, имеют почётные звания в области культуры и искусства многих республик, награждены и государственными, и ведомственными наградами. Поэтому боевой путь у ансамбля достаточно обширный. Вот только за 2022 год мы проехали более 80 тысяч километров. Это фактически два раза обогнули наш шар земной. И около 80 концертов мы дали только в 2022 году. Сегодняшнее выступление в Черкесске проходит в рамках гастрольного тура, приуроченного к 212 годовщине войск Национальной гвардии и семилетию образования регионального управления Росгвардии Карачаева-Черкесии. Посмотреть концертную программу пришли руководители и личный состав силового ведомства, ветераны, семьи сотрудников, вдовы погибших правоохранителей, гости и жители Черкеска. Репертуар коллектива разнообразен, а большинство произведений посвящены единству многонационального народа России. Зрителям были представлены вокальные инструментальные композиции, раскрывающие любовь и патриотизм к России, и также малой родине – Кавказу. «За солнце свет, за небы красные, за добр водимый за страну, за матерей, за ночи ясные, мы уходили на войну». Не оставила собравшихся равнодушными и красочная танцевальная программа, сорвавшая аплодисменты всего зрительского зала. Классический матросский танец английских моряков, обогащённый добавками и доработками движений из русских народных плясовых, так и призывал всех пойти в пляс вместе с танцорами. «За солнце свет, за небы красные, за небы красные, за небы красные» Заместитель руководителя Управления Росгвардии России по республике полковник Виталий Повелица подчеркнул, что такие светские мероприятия необходимы для поддержки морального духа личного состава. «Без музыки нельзя. Даже в окопах необходимо личному составу чуть-чуть отвлечься от тех непростых будней, от тех суровых будней, можно так сказать. Каждому военнослужащему необходима какая-то отдушина, пусть они полтора часа, но всё равно положительные эмоции личный состав приобретает на данных концертах. Я считаю, это необходимая работа». Каждое выступление зрители встречали с большим энтузиазмом, а в завершении благодарили громкими аплодисментами. В Хабезе состоялся фестиваль-конкурс вокальных коллективов школ района с песней по жизни. Он собрал педагогов района, живущих творчеством, наполненных неутомимым позитивом, способных подать пример жизнелюбия молодому поколению. В битве хоров приняли участие более 100 учителей из 11 школ. В двух блоках прозвучали народные и современные эстрадные песни адыгских авторов, а также мировые и российские произведения в переводе на черкесский язык. Программа выступления должна была наиболее полно отражать исполнительские возможности творческого коллектива. По итогам конкурса первое место заняли вокалисты хорового коллектива средней школы Хабеза. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова